Привет моим подписчикам, привет случайно заглянувшим. Меня зовут Юлия Ульянова, и это разбор и полеты пустых банок. Без лишних предисловий, сразу запускаю руку и достаю дневной крем с розой у доктора Хаушки. Многие с ним знакомы, отличная серия с розой, отличный крем с розой, он очень самодостаточный. Его с чем-то совмещать, наверное, не стоит, потому что он такой плотноватый, чем-то слегка похож, может быть, даже на мазь. Видите, он как распределяется, при этом может показаться, что он создает на коже такую пленку, что она дышать под ней не будет. Не, на самом деле это очень такая, хотя и пленка, но она скорее защищающая, она питательная, здесь правильная такая окклюзия создается. И сразу этот невероятный аромат розы мне очень нравится. Вообще, в целом, я периодически возвращаюсь к доктору Хаушки, мне очень нравится средство для умывания, этот вот крем, тоже с таким приятным ароматом, и он такой странной консистенции, как будто бы это такая какая-то каша из чего-то мелкая-мелкая. И крем тоже отличный, но единственное, что это, конечно, не дневной уход, это слишком жирно, это что-то восстанавливающее, это те дни, когда вы больше, может быть, ничего не используете, кроме вот этого крема. Отличный, но вот, опять же, не для всех и не на каждый день. Так, это пробник крема Аргентума, это их крем для Посьон Инфини. У меня таких пробников несколько, как-то они приходят в косметичках в подарок от Look Fantastic, я его не понимаю. Он хорошо впитывается, но почему-то он как-то слабо увлажняет, ощущение, что с ним мне не хватает именно увлажнения. Это была миниатюрка геля для душа от Body Shop из серии Британская Роза. Всего еще остатки Блоу Весели от Адвент Календарей. Хорошая серия, не могу ничего сказать такого, особенно мега суперского. Так, от Доктора Лансера, у нас такой полиш, этот его метод Доктора Лансера. Когда впервые я попробовала, наверное, года три назад это было, в коробке у меня от Look Fantastic это пришло, и тогда я подумала, вау, это, наверное, круто. Попробую-ка я, и сколько у меня было в высыпании проблем из-за этой штуки, просто невероятное количество. Каждый день сдирать с себя полностью вот этот верхний слой, при этом мы нарушаем защитный барьер однозначно. Если вода не очень хорошая, или если есть какие-то воспаления, это все будет разноситься. В общем, это не нежно, это травмирует кожу, наверное, это можно делать, если это делает доктор. Сначала там все обеззараживает, потом сверху наносит какой-нибудь правильный тритмент. Но я для домашнего использования вообще бы это не советовала, только если у вас кожа такая, на которой можно танцевать джигу, как говорит моя подруга, вообще все ей нипочем. Так, это миниатюрка, у меня закончилась вот E-Flo, это средство с ретинолом, я о нем рассказывала отдельно в видео, там 5 новых средств с ретиноидами. Вот это Time Retreat, в принципе, хорошее средство, оно мне понравилось, оно работает, но оно мне не впечатлило настолько, чтобы его повторить в большом размере, вот как-то вот так. В принципе, да, оно имеет место быть, оно работает, но другие средства меня как-то больше, наверное, впечатлили, поэтому я повторяла что-то другое по миниатюрам, но не вот это. Так, Pro Collagen ночной крем, Overnight Matrix. Норм ночной крем, вот это вся серия Pro Collagen Marine, здесь вот еще одна банка, это просто вот именно классический Pro Collagen Marine. Много раз о нем говорила, что действительно при постоянном использовании вы заметите результаты, будет повышение упругости кожи, будет кожа более гладкая и приятная. Но он имеет такое ограниченное действие, не на все морщины подействует и не так глубоко, как хотелось бы, но вот в целом для тех, кто не хочет много заморачиваться с уходом, но хочет какой-то результат, это отлично. Так, а вот это крем для лица, но с маслом ши от L'Occitane. Мне он понравился, здесь 25%. Покажу упаковку, чтобы вы ее ни с чем не перепутали. Он, несмотря на то, что здесь масло ши, он типа такой питательный, он очень хорошо увлажняет, но с ним я бы тоже не стала перебарщить, потому что масло ши, оно не такое уж забитное. Это миниатюрочка биби-крема от Herborian, биби-крем с женишением. И сразу, как он мне зашел, я его на репите, вот много лет повторяла, сейчас, наверное, буду переходить на It Cosmetics. И мне нравится именно покупать вот в таких версиях, потому что, когда это 45 мл, там где-то уже середина, ты начинаешь выдавливать, она расходится в одну и в другую сторону. Я имею в виду, в самом тюбике приходится это собирать, поэтому такие штуки, миниатюрки 15 мл, мне нравятся больше. Это у нас Brow Food, еда для бровей от какого бренда. Наверное, это и есть бренд Brow Food, хотя сайт написано Lash Food. Мне понравилось то, что здесь, видите, какая щеточка, она немножко изгибается и удобно расчесывать брови. Ну, так штука, в принципе, тоже работала. Вот эффект я с ней видела. Пока используешь, да, действительно, есть рост бровей. Как только перестаешь использовать, ну, сразу эффект и заканчивается. Так, очень грязный, я прошу прощения, но вот он действительно был очень грязный, сам по себе такой. Это эксфолиатор от Sumant. Такое слово странное, эксфолиатор, эксфолиант. Это, короче, скраб кофейный в масле от Sumant. Он был отличный. И когда он у меня был, я даже думала, блин, я обязательно еще себе куплю, потому что это так классно вообще на коже. Я даже кидать это не буду, чтобы ничего не пачкать. Классно на коже, это классный такой и обновляющий эффект, и плюс питание за счет масел. Очень приятно, и запах такой был какой-то интересный. Но когда я понимаю, что это опять будет так же грязно, уже не хочется с этим связаться. Миниатюра Coco & Eve. Многие о нем слышали, видели. И у меня, например, в Инстаграм очень много в какой-то момент рекламы было. У меня прям это бесило. Особенно бесило, знаете, что когда девчонка такая, типа, не причесанная, и все у нее вот так вот. Вот, естественно, что если ты вымыла голову, ты ничего на волосы не нанесла, и ты еще так взъерошла, и будет вот так. А потом, что не использую, все равно будет лучше. Но потом попробовала сама, и в принципе, результат мне понравился. И я взяла полноразмер. Кое-кто знает, что охотилась на черную пятницу, но так и не поймала какие-то хорошие скидки. А потом взяла в итоге с каким-то бодибегом. И, в принципе, мне нравится, я пользуюсь. Единственное, что 10 минут нужно держать. Не всегда у меня есть 10 минут. Я чаще использую кондиционер для волос от Рауа. А вот его 2-3 минуты держишь, и тоже отличный результат. Закончилась у меня база под тени, база для век. Майнер Син. Такой маленький грешок. Такая вот она была, немножко светящаяся. И чем нравится мне? Тем, что можно нанести просто на века, и, в принципе, как будто на нем уже что-то есть. Хочешь, добавляй сверху тени. Хочешь, не добавляй. Вот как будто бы что-то уже светится. Можно накрасить реснички, подвести немножко глаз. И, в принципе, уже идти. Я себе купила, по-моему, просто Син. Майнер Син не было. Я взяла просто обычный грех. Тоже пользуюсь. И как база для теней, и как средство соло, в принципе, норм. Также у меня вот такое вот случилось уже с остатками вот этого бронзера от Nars. Это Laguna. Мой to go бронзер, самый любимый, который я использую, когда видео снимаю. Сегодня, кстати, я использовала бронзер от Huda, который немножко такой светящийся. Вообще вот ее румяный. Эта часть с хайлайтером тоже вот из палетки хайлайтеров от Huda. Так вот использую Nars. И еще сейчас мне очень нравится именно для повседневного, не для съемок. Так, это бронзер из палетки от Estee Lauder. Вот набор новогодний, который я покупала. Там есть палетка Nudes. И вот там просто бомбический, вот невероятно натуральный такой бронзер. Мне очень нравится. Так, а это миниатюрка крема Renaissance 360. Здесь, в чем такое интересное отличие? Здесь есть натуральный SPF 8. Ну, хоть сколько. 8 уже хорошо. И если это была зима, ну, я, естественно, что сверху еще наношу санскрин. И у меня еще тональные средства BB крем с санскрином. Так что это просто добавляет к чему-то другому. Как соло 8 это вообще ни о чем. Они здесь даже это нигде не указывают, что здесь есть SPF. И пишут, что используйте высокий SPF, когда у вас будет вот такое прямое взаимодействие, экспозиция к солнцу. Это неплохой крем, в принципе. Я бы не стала брать большую версию, потому что у Оске немножко странные кремы. И ночной, и дневной. Вот вроде бы все в них норм. И, в принципе, это 360, я бы еще как-то рассмотрела. Но текстурка какая-то немножко странноватая. Вот что-то все-таки меня как-то немножко в нем смущает. А это миниатюра от доктора Дениса Гросса с гиалуроновой кислотой. У них такая серия. Морская гиалуроновая кислота. Там вот эта молекула, которая удерживает очень много влаги. Сходно с гиалуроновой кислотой, но это вот молекулы из водорослей. И здесь было чуть-чуть, вот всего 5 мл. Но так-то, если посмотреть, это 1 треть крема для век. Мне очень понравилось. С удовольствием я прикончила эту штучку. У меня еще такая же, кстати, лежит. Ждет своего часа. Очень легкий крем, очень хорошо впитывается, с ним невероятно комфортно. Действительно, хорошее увлажнение. Он даже так ближе к гелю может быть. Доктор Денис Гросс не подкачал. Еще одна закончившаяся такая вот, ну не миниатюрка, тревел-версия классического миста от Амаровицы. Не буду повторяться, что это такое приятное баловство. Миниатюрка крема Оптимайз от Филорги. В принципе, норм крем. Он что-то делает, но ничего-то такого драматического. И для меня он больше как немножко такой проходной. То есть вот застыть и оставить на месте то, что у вас есть, не сделать ни лучше, ни хуже, да. Вот так вот, чтобы какие-то были позитивные изменения, чтобы я действительно это поняла, такого не было. Так, масло от Skin Owl. Это Beauty Drops PM. Отличное такое было масло. Оно мне пришло в какой-то косметичке. Скорее всего, там с какой-то Beauty. Потому что в большом размере оно какое-то не очень дешевое, но оно мне понравилось. Оно клевое. Они его рекомендуют для проблемной кожи. Здесь ягоды маки. Какой-то тоже мощный, супер, мега антиоксидант. С антибактериальным действием. Ну, говорят, что по их ресерчу это работает круче всего. Действительно хорошее масло. Вопрос в том, что есть ли аналоги. Ну, вот я сейчас Disciple, например, использую. Тоже не хуже и немножко дешевле. Еще плюс есть возможность купить в миниатюрке и попробовать за небольшую цену. Так, попало сразу два средства от Clorans. Это, во-первых, крем для рук и ногтей с классическим ароматом. Очень люблю. В том числе классический аромат тоже. Это тот случай, когда его стоит втирать в ногти. Он для рук и ногтей. Поэтому вечером, если у вас нет лака или даже если есть лак, то можно вот сюда в кутикулу втирать. Действительно влияет на рост ногтей. Но только если каждый вечер это делать, тогда работает. Но не на укрепление именно ногтя, а на рост. Пластина более увлажненная. Я не скажу просто, что это делает ногти менее ломкими. Но они лучше растут, они ровнее. И пластиночка увлажненная. Очень хороший крем. Но я чаще его покупаю с какими-то ароматиками. Тоже вам уже об этом говорила. Вот это очень хорошая вещь для лета. Вот скоро будет лето. Я повторю, это SPF 50. Это именно мультипротектор. Здесь и SPF. Защита от загрязнений. В общем, они добавили сюда еще такие вот антиоксидантики. Еще какие-то полезные штучки. По сути, это такая белая жидкость. Может, здесь что-то еще осталось? Слышите, здесь еще есть такой взбивающий шарик. Да, что-то есть еще. Вот такая штучка. Мы наносим это поверх нашего ухода. Либо поверх базы под макияж, например. Я вам тоже о такой штучке говорила. Как видите, чуть-чуть легкого белого не есть. Но если у вас какое-то тональное средство еще предполагается, хотя бы даже CC-крем, это все будет нивелировать. Мне очень-очень понравилось. Очень такое рабочее средство. При этом оно не доставляет проблем. И так как это очень такая легкая форма, то это не забивает поры, что иногда бывает с санскринами. Поэтому обратите на него внимание. Стараюсь ускориться. Миниатюровая крема для тела. Хиноки авокадо от L'O'L'O'L'O'B'O'. Это было вкусненько. Это было интересно. Но полный размер покупать я, конечно, не буду. Точно так же, как и с этим. Балдафрик. Крем для рук от By Riddle. Ну, не самый любимый аромат у них. Поэтому и тоже для рук крем за эту цену, ну, пока не так хорошо живу. Хотелось бы, конечно, может быть, в будущем. Но пока вот как-то не могу себе позволить. Так, далее. Ну, давайте про эту штуку скажу. Такая непонравившаяся мне вещь. Это Адесите. Это очищающий, охлаждающий гель с глиной и с углем. Это было слишком черным. И это было слишком травмирующим. Вот, на самом деле, средство было черное. Это то, что смывает защитный барьер. В общем, я это на тело извела и была довольна тем, что это закончилось. Бренд Living Proof средство для волос. PHD. Что расшифровывается как Perfect Hair Day. Это 5 в 1 средство для укладки и кондиционеры вообще все вместе. В принципе, было норм. Как средство, не смываемое для укладки до того, как я просто сушу волосы. Вполне себе нормально. Если еще раз оно мне попадется, я буду за. Но полный размер, скорее всего, прямо сейчас вот покупать не буду. Может быть, однажды. Дальше Shantekai. И это был крем A La Rose de May. Это крем с майской розой. Отличный был крем. Клевый. Он вкусненько пах. Он отлично увлажнял. Он был прекрасен. Но вот как-то тоже я не готова на полный размер. Здесь еще, кстати, да, вот у меня была еще и маска. Это Lilia Jasmine. Вот здесь был запах. Запах просто был великолепным. И Lilia Jasmine что-то цветочное. Действительно была хорошая тоже маска. У Shantekai хороший нормальный бренд. Но у меня с ним как-то любовь не складывается. Мне кажется, что он похож чем-то на все дорогие бренды, которые прекрасны тем, что они дороги. Вот здесь вот у нас роза, вот здесь вот у нас лилия и здесь у нас жасмины. Вот какая-то прекрасная текстура. Вроде что-то он делает. А вот как-то активных ингредиентов или какой-то другой такой прекрасной радости, что прям вау, какой-то такой результат, классно. Вот этого нет. Наверное, если у тебя есть свой косметолог, ты к нему ходишь на процедуры и на все пилинги, тебе, думаю, уже ничего не нужно, кроме как поддерживающего кремика. Вот это, наверное, было бы круто. Так, что тут? Еще одна масочка. Так они у меня в уходе, когда есть возможность, я заказываю, либо покупаю. Они в Сифаре продаются. Тукул Фускул. Одна из моих любимых. Очень нравится ткань в этой маске. Отличная. Супер 5 Удас Чойс. Это у нас микробиотики. Удас Чойс. Не первый раз покупаю. И Супер 8, Супер 5. Сейчас пью Адалтс Блэнд. На черную пятницу хорошей скидкой заказала. Мне нравится, рекомендую. Естественно, не единственные пробиотики, которые существуют, но на них стоит обратить внимание. Очищающий крем от доктора Хаушки. Периодически его повторяю, мне нравится. И он такой, вот если здесь что-то осталось, я бы с удовольствием вам это показала. Да, вот смотрите, какой он. Он необычный. И он очень приятно пахнет. Он похож на кашу. Он пахнет розой и чем-то вообще таким. Это какой-то просто ритуал. Вот прям нравится мне. Это не то, чтобы как-то такой супер-мега уход, но кожа такая мягкая, нежная после него. И вот этот аромат он мне расслабляет. Вот реально периодически повторяю просто ради вот этого мега эффекта. Так, а это у нас Revitalizing Glow Serum от Aurelis. И ничего она что-то не делает, эта сыворотка, она какая-то вот странная. А Aurelia вот эта вот, которая должна быть пробиотик скинке, сколько лет мы ее уже знаем, эффекты вот именно вау, пробиотики работы, все побежали за пробиотиками, этого не было. И Лемис появились. Я вот только прошла как бы маленький там как-то микрокурсик с их средствами, с миниатюрами и сразу же поняла, что надо бежать за полноразмерным. Ночной крем уже у меня закончился. Уже и дневной крем второй раз заказывала. Ночной, по-моему, тоже уже. В общем, отличный. Так, это капельки от Algenist, это капли, которые я добавляю в тональные средства. Вот так вот они выглядят. Вот если добавить пару-друг капель в тональные средства, вот столько, сколько мне надо на лицо, вы не заметите вот этого золотого блеска, но вы заметите, что кожа выглядит лучше, свет лучше отражается, и она как будто более сияющая, здоровая и прекрасная. Это Pixi, тоже отличная штука, бальзам для губ. Какой-то оттенок, это Honey Shin Lip Lift Max. Такое вот клевое средство, и оно еще немножко типа с ментолом, но, в общем-то, типа лифт. Это блеск, он выглядит невероятно натурально, мне очень нравился, и таких штук, мне кажется, что я извела уже две, и у меня еще одна в загашничке есть. В общем, обратите внимание, Pixi вообще офигенный бренд. Мне кажется, нужно снять о нем отдельные видео и рассказать обо всем том клем, что у них есть, потому что у них классный не только уход, но еще и декоративка. Она вот действительно недорогая. При этом такие средства, которыми приятно пользоваться. И это не единственное средство, которым приятно пользоваться. Так, это эфиопский зеленый кофе, и это крем для тела от The Body Shop. Он был тоже классный, но я не прониклась. Мне баттер больше нравится, и больше мне нравятся другие ароматы. Может быть, дело в этом. Амика сухой шампунью. Один из сухих шампуней, который тоже достаточно популярный. Мне 11 раз попадались вот такие миниатюрки. В принципе, это работает, это нормально, но как-то на большую версию я не созрела. Так, Войсмейл маска. Маска интересная, которая похожа на Маси Шнифского. Она и пахнет так немножко странноватой. Тут если что-то осталось, да, вот. Вот такая вот она. Мы ее распределяем на лицо, и вот с этим ложимся спать. Вот это немножко не клево. А так она круто работает. Она классная. И, насколько я знаю, в новых упаковках они уже как-то немножко по-другому выглядят. Если я ничего не путаю, но у него что-то поменяли упаковки на ряд продуктов. Вообще, это неплохо, но это неудобно. С этим нужно вводиться. Вот поэтому я не повторяю. А так эффект мне очень понравился. Это было классненько. Так, Алджинист миниатюрка ретинола. Сыворотка Элевейт. И вот по этой миниатюрке мне это невероятно понравилось. Я сказала полноразмер. И вот в последнем видео 5 новых средств с ретиноидами я об этом рассказываю. Там вегетарианский, веганский ретинол. Hourglass тушь мне не понравилась. Одна из тех редких тушей, которые действительно мне что-то как-то не понравились. Я осталась недовольна. Она у меня осыпалась. Это капы бренда Regenerate. То, что я вам показывала в предыдущем тоже видео. У меня как-то все в одном пакете. Просто еще раз напоминаю, что эта штучка существовала и была. Вот это ужасно. Никогда не покупайте мисты для лица от Body Shop. Ни в старых упаковках, ни в новых. Они со спиртом. Они в новых упаковках. Уже новые версии без спирта. Но они раздражают кожу. От них у меня пощипывают веки. В общем, они ужасные. Если что-то можно было придумать ужасное в этом мире, то вот они придумали это ужасное. Я сделала паузу, чтобы поменять флешку в камере. И мы с вами продолжаем. Пустые банки. Это LEMIS Peptide 4 ночное масло. Это ночной вот крем-масло. Действительно, крем. Действительно, масло. По консистенции это что-то ближе к гелю, наверное. Здесь даже что-то немножечко осталось. Вот такая вот штучка. Выглядит как крем. Но наносится как гель. Как видите, сразу же тает. И действительно, совмещает в себе функции и масла, и увлажнения. То есть, они как и говорят, что что-то пойдет внутрь, а сверху останется пленочка к маслу. И это именно ночное масло. То есть, это то, что вам нужно ночью. И питание, и сверху такая закрывающая, как называют, окклюзия. Чтобы под этим всем поработал тот уход, который также здесь еще дополнительно есть. Миниатюра крема от Estée Lauder. Это у нас Revitalizing Supreme Plus. Глобальный Anti-Age. В принципе, он такой норм. Но вот все такие кремы, они какие-то немножко силиконистые. И чего-то все очень друг на друга похожи. Не знаю, в чем там Global Anti-Age, когда все примерно одинаковые. В принципе, норм. Но вот я бы не стала заморачиваться. Есть кремы с явными такими активными компонентами, что действительно будет работать. Вот это бальзам для глаз. Типа R&D, DNA. Вроде как должен работать с вашим ДНК. Но на самом деле я бы вообще не рассчитывала на то, что что-то из крема, который одобрен для того, чтобы продавать без рецепта, действительно попало куда-то там в ДНК, чего-то вам там поменяло. И крем, ну, такой какой-то обычный. Я ничего там с ним особенного не заметила. Я уже, честно, не помню, там какие-то были вопросы с ним серьезные, связанные. Многие боялись, что чего-то там не то случится. Так, вторая часть это пептидная. Вернее, это первая часть от пилинга Аморовица. Здесь часть с медью. Сначала мы наносим вот это, а сверху закрываем это кислотами, молочной кислотой. Очень нежный, легкий пилинг. Я в предыдущем видео об этом говорила. Крем Клоранс, крем для рук. Это лист фиги. Вот этот крем для рук и ногтей классический, да, который они сейчас выпускают сериями с разными ароматами. Самый мой любимый аромат из всех, который был, это была фига. Это было просто вот что-то вот приятное и прекрасное. Зеленый чай тоже было ничего, но фиг была круче. Так, Y. Это масло для тела и для волос с розой. Вообще ничего нового. Вообще, я не знаю, зачем они кладут этот пробник. Наверное, за тем, что ты думаешь, а у меня закончилось это масло, а мне нужно какое-нибудь масло. Пойду-ка я куплю вот это масло. No, sir, I don't think so. Для обычного масла с розой, просто чисто для тела, для волос, у какой-то можно найти что-то более приятное. Pixi. Это как бы с прискорбием я вам сообщаю о том, что вынуждена была это выкинуть. Это двойная такая вещь. Мне очень нравилось. Такой редкий случай, когда доходишь до дна, и вот здесь уже просто на дне все это рассыпалось. С одной стороны была более розовая штучка, с другой стороны более такая хайлайтная, светлая, ванильного оттенка. Невероятно, мне нравилось. Я использовала это как румяна для повседневного использования на каждый день. Ну, вообще, просто прелесть. Это в наборе шло в каком-то месте, кстати, с бальзамом для губ. И вот эта вот тоже штучка. Вообще, очень красивое сияние. Выглядит натурально, на самом деле. Я тут много, конечно, нанесла, когда кистью наносишь. Это прямо здорово. При случае я обязательно повторю. Но вот так вот, опять же, с тем обилем вещей, которые у нас есть, и с хайлайтером, и со всем остальным. Даже если что-то более-менее понравилось, не всегда доходишь до того, чтобы это повторить. Еще, кстати, один крем. Как-то мне попала куча миниатюр. Кремов от Clorans. И я что-то в Duty Free покупала. Крем для рук и ногтей еще один. И как они у меня были, один закачивался, я открывала следующий. И вот они у меня все попали. Я вам много раз говорила, что пустые банки собираю не один месяц. Иногда это там 4 месяца, иногда 5. Вот такое бывает. Сейчас я села, хочу весь этот, уже остатки все закончить, чтобы перейти к следующей порции. Потому что новая порция тоже, между прочим, накопилась в пустых банок. Еще один месяц от Amaravits. В какой-то момент они у меня прям расходовались очень быстро. Я каждый день ими пользовалась. Сейчас я немножко перешла на мист от Illimis и от Indie Lee. Плюс на какой-то момент переходила от классического миста к их бифазному мисту увлажняющему. Тоже от Amaravits. Тоже хороший. Так, это у меня была миниатюра подсвечивающего увлажняющего крема Illuminating Moisturizer от Tate Harper. Это было ужасно, вот честно. Вот я, наверное, уже здесь ничего и отсюда не достану. Но он был розового цвета. Вот ты его выдавливаешь, сконцентрированный такой розовый цвет. Ощущение, что это прям хайлайтер. Да, когда мы его распределяем, это все распределяется. Вот такое сияние. Я не знаю человека, который в здравом умеет доброй памяти, хотел бы вот так сиять просто. Притом, что Tate Harper вроде себя как позиционирует, как что-то натуральное. Декоративки у них нет. Если только поверх вот этого декоративку наносить, я не поняла, зачем увлажняющий крем вот это добавили. Я поняла зачем, для того, чтобы вот был этот эффект рассеивания, сияния, вроде как морщины меньше заметны и цвет лица лучше. Оно того не стоило. Так, это у меня была такая вот миниатюрка Liquid Liner от Aiko. Здесь что-то еще какая-то живость в нем осталась. Видимо, он так долго был закрыт, что еще чуть-чуть из него можно вынуть. Но он уже все подсох. Такая тонкая штучка, тонко рисует. Можно нарисовать тоненько, но он все вот уже подсыхает. Нужно очень сильно нажимать, чтобы цвет пошел. Он есть вот только на кончике. А так, когда он был свеженький, можно было очень легко там прям приложить, и была бы тонкая стрелка. Это было здорово. Крем для тела от Ariba. Кот Дазур. Лазурное побережье. Ничем меня не удивил. Ну, цена единственная, что будет большая. Так, еще одна упаковка. Вот маски Папа Ресипи. Они вот есть с разными. Здесь сверху черненькая, такая коричневая, красная. Они немножко разные. Женьшень. Здесь мед. Они отличные. Все еще советую всем их пробовать и покупать. Это Оске Супер 16. Здесь, по-моему, тоже должны быть пробиотики. Но вот мне не нравится эта сыворотка. Она немножко такая, знаете, резиновая. В плане того, что в ней вот гиалуроновая кислота. И вот эта вот что-то такая скользкость, резиновость, она странно впитывается. Мне не понравилось именно по вот своим таким пользовательским свойствам. Не по тому, как она работает, а по тому, как она мне. Вот мне как-то не зашла. Она странно впитывается. И вот как-то общее ощущение не очень. Была у меня такая вот. Ну, миниатюрка, наверное, да? 7 дней использования ретинола от Элизабет Арден. Ну, чем здесь все прекрасно? Тем, что здесь есть керамиды. Керамиды и ретинол. Как минимум, вот в классической версии керамидов там тоже есть ретиноид. Но там ретинилпаламетат. Очень такая легкая, самая первая такая форма, с которой можно начинать. Там вы ее даже не почувствуете. Но вы увидите, что эффект общий есть. А что там в капсулах работает? Ну, керамида и керамида. На самом деле там достаточно сложный такой состав. С разными керамидами, с холестеролом, с жирными кислотами. Здесь тоже все это есть. И вот плюс еще ретинол. Офигенный. Мне нравится сочетать вот эти вот ампулы вместе с обычными желтыми с керамидами. Классные, потому что средство вот этот ретинол, он тоже такой, в принципе, активненький. Он подсушивает кожу. Не до состояния пустыни, но все-таки вот я на ночь, если использую, с утра чувствую, что не хватает увлажнения. Поэтому всегда еще стараюсь закрыть керамидами и, может быть, еще каким-то кремом сверху. И в отзыве на последние петли с ретинолом у меня тоже подробно об этом есть. Была микротюр, такая масло Ума. Абсолют антиэйджинг. Масло для лица. Вот такое, сколько здесь, я даже не знаю, сколько здесь было миллилитриков. Клевое было масло. Оно было такое тоненькое. Оно нереально дорогое, если его покупать. Нереально это в сравнении с остальными маслами. Потому что, конечно, все относительно. Еще одна масочка от Too Cool For School. Желтая моя самая любимая, но от голубая вот эта тоже, в принципе, норм. Голубая, наверное, менее любимая, но не все хорошие. Это маска Супер Старт от Элизабет Артен. Супер Старт это то, что у них с пребиотиками. Хорошая была, в принципе, маска. Пробиотик Буст. Я не считаю, что вот это должно присутствовать в уходе. Я как-то больше прониклась Супер Стартом их сывороткой. Супер Старт сывороткой еще одну заказала. Микротюрочка от Estee Lauder такая. На самом деле здесь хватило, ну на неделю такой штучки может хватить. Это классическая Advanced Night Repair. Но уже естественно, что в новой формуле, когда формулу они меняют, они туда добавляют два, там еще что-то. Вот это вот два. А так это была самая первая в мире сыворотка с гиалуроновой кислотой. Вот просто подумайте. То, как она выглядит, вот такие вот упаковки, они потом стали золотым стандартом. И это копировалось. У нас уже где-то там в голове отложилось, что вот такая вот баночка, это значит что-то клевое. На самом деле прикольная штука. Периодически к ней возвращаюсь. Сейчас тоже она мне есть в уходе. Ну не часто использую. Иногда хочется чего-то увлажняющего. Чтобы еще сверху что-то можно было нанести. В общем, у меня есть свои такие моменты, когда я этой сывороткой пользуюсь. Хотя она, конечно, ну не must have. Но мне нравится какой-то вот аромат ее и общее ощущение от использования. Премьер Крюка Дали. Тот, кто со мной давно, знает, как давно я люблю этот крем. И сколько вот таких вот маленьких штучек у меня ушло. Я покупала это в наборах. Это приходило мне в косметичках. И каждый раз это радость и счастье. В общем, такой крем, на который можно положиться. Он делает все. Ну, я не уверена, что с ним будет какой-то глобальный анти-эйдж. А так он ухаживает. И на зиму был хороший. Вообще отличный. Это Рен. Тоже была миниатюрка. Global Protection Day Cream. Ну вот как-то тоже он обо всем и ни о чем в целом. Он не раздражает кожу. Он подойдет для всех типов кожи. Он такой действительно как Global Protection от всего и для всего. Но ярко выраженного действия в нем нет. Поэтому как-то я не уверена, что это мне нужно в уходе. Вот это была странная немножко штучка. Это крем с SPF от Elimis. SPF 30. P3+. Это Dynamic Resurfacing. Вот эта вот серия. И он был какой-то немножко жидковатый. То есть вот реально он был крем, но он тек. Вот его наносишь, и он растворяется. Он начинает течь, как вода. С одной стороны, я, конечно, вот эту миниатюру 15 мл использовала. И как-то, видимо, проблем никаких у меня не возникло с этим. Было бы 30, я бы и 30 использовала. Но вот какая-то сложность с этой формой и текучей мне показалась немножко раздражающей. Осталось всего три штучки. Это, во-первых, еще одна миниатюрка BB-крема с женьшением от Herbarian. Тоже его эра, наверное, заканчивается в моей жизни немножко. Потому что перехожу на It Cosmetics по оттенку. Вот он мини-розовый. И сейчас мне как-то это больше заходит с моим оттенком кожи. Это Kate Burki. Отличный крем. Действительно такой активненький. Витамин С с другим витамином С и с кислотами я бы его смешивать не стала. Но вот если как-то его использовать и ничего другого не замешивать, то вы не заметите, что это именно такой какой-то раздражающий эффект. Или что там витамин С слишком активный. Но если с чем-то смешать, вы это увидите. Действительно осветляющий эффект. И приятный крем в использовании. И последнее это Shiseido. Не очень хочется заканчивать на вот этой вот не очень приятной ноте. Мне не нравится то, что я пробую Shiseido из ухода. Это очень редко, когда что-то действительно такое клевое. Причем вроде бы вот такой классный бренд. Все они делают хорошо, такие молодцы. Но то спиртом воняет, что чаще всего. Зачем-то вот в такие вот эссенции добавляют такой избыточный спирт. И им пахнет, и он испаряется с кожи. И не уверена, что это хорошо. В общем, вроде бы как бы думают над составами. Вроде как большой бренд. И у них есть какая-то определенная репутация. Но вот как-то я пробую. Крем для век не вызвало раздражения. У меня сыворотки, какие-то кремики еще. И все как-то было мимо и не очень в итоге. Поэтому сама Shiseido не покупаю. Только если где-то мне вот что-то попадается. Возможно, мне просто ни разу не попалось что-то такое вот по-настоящему клевое, чтобы я оценила. Может быть, в будущем. Итак, все. Вот эта вот сессия с большим пакетом, где лежали пустые банки, закончена. Я нас поздравляю. Они все улетели. Естественно, что пустые банки, они продолжают накапливаться. И мы с вами снова увидимся в очередном видео о пустых банках. Ну и в других видео обязательно тоже. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровье. Спасибо. Позитивной волне. Будьте разумны в своем охоте. Мы с вами сзади. Увидимся. Всем пока.